Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Не знаю, довелось ли вам во время этой пандемии COVID-19 заходить в какие-то заведения, где на входе измеряют температуру. Интересно, почему измеряют температуру? Потому что температура является показателем вашего здоровья. Это показатель здоровья. Вы когда-нибудь приходили на прием к врачу просто для регулярного медосмотра, для обычного осмотра? Прежде чем провести вас в кабинет, вас останавливают у весов. Нет, нет, погодите, вы не понимаете, я просто... Нет, нет, нет. Или, если вы об этом помните, вы специально одеваетесь полегче в тот день, выбираете одежду, которая не так много весит, и пытаетесь снять себя, что возможно, прежде чем встать на весы. Дайте мне сумку поставить вне одной уже 40 килограммов. Вы начинаете снимать тяжелую обувь, стягиваете с себя куртку. Вас ставят на весы, а вы... Я здесь не для того, чтобы взвешиваться. Почему же вас взвешивают? Это показатель вашего здоровья. Потом вам измеряют артериальное давление. Даже на самом обычном осмотре вам измеряют давление, потому что это показатель здоровья. И также вам измеряют температуру, потому что это показатель здоровья. Так? Для здорового человека нормальной температурой считается 36,6. И если ваша температура намного ниже, это называется гипотермия. Так? Сильно пониженная температура влияет на сердце, на нервную систему, на функционирование органов. Поэтому один из показателей, за которым следят при уходе за здоровьем, это температура, потому что можно выяснить, что происходит с органами, с сердцем и так далее, на основании температуры. И если оставить без внимания пониженную температуру тела, это может привести к нарушению дыхания, к сердечной недостаточности, просто потому что упала температура. Если же у кого-то повышенная температура, это называется гипертермия, и при температуре 40 мозг перестает правильно работать, он начинает плавиться. Итак, мозг не функционирует как надо, и у вас может возникнуть тепловое истощение, тепловой удар. От этого можно умереть. Когда температура тела слишком повышена или понижена, разные процессы отключаются, и это может привести к смерти. Поэтому на входе в разные заведения измеряют вашу температуру, как показатель вашего здоровья. Мы заботимся о температуре тела, потому что хотим защитить свое здоровье, так? Скажем, выходя на улицу, вы стараетесь защитить свое тело от холода. Если же жарко, вы стараетесь одеться полегче, потому что вы следите за температурой тела, так как с ней многое в теле связано. От нее многое зависит. Помню, папа Хеггин рассказывал о том времени, когда он молодым человеком был при смерти. Они жили в Техасе, и в августе там очень жарко. Было под 40 градусов, а он был при смерти. И его укрывали одеялами, обкладывали грелками. Тогда в домах не было кондиционеров, и там было гораздо жарче, так как они практически не проветривались. Так что вы можете себе представить, как жарко было. Под 40 на улице, а значит, очень жарко в доме, но его знобило. И что с ним делали? Пытались поддержать его температуру тела. Зачем? Чтобы защитить органы, защитить сердце. Поэтому его укрывали одеялами, обкладывали горячими кирпичами в качестве грелок. Почему? Потому что температура тела указывает на то, что происходит со здоровьем. Конечно, позже он был исцелен, но это пример того, насколько важна температура тела. Итак, мы уделяем внимание температуре тела, чтобы определить, насколько мы физически здоровы, насколько же важнее духовная температура в уходе за духовным здоровьем. Духовная температура является показателем духовного здоровья. Откройте со мной, пожалуйста, третью глобу Откровения, и мы рассмотрим это. Откровение, третья глава. Вы знаете, что многие духовные истины имеют физические параллели, не так ли? И мы рассмотрим одну из параллелей. Ведь даже человек с вами, незнакомый, измерив температуру вашего тела, может понять, есть ли у вас проблемы со здоровьем. Ему для этого не нужно вас знать. Вот насколько четко температура характеризует ваше физическое здоровье. Точно так же незнакомые люди, знающие духовные истины, могут понаблюдать за вашей духовной температурой и понять, в каком вы духовном состоянии. Аминь. Откровение, три, пятнадцать, шестнадцать. Иисус обращается к церкви в Лайдекии. И в пятнадцатом стихе он говорит, «Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч». О чем он говорит? Он не говорит о физической температуре. Он говорит о духовной температуре. И он не только обращается к каждому лично, он обращается к церкви. Знаете ли вы, что у конкретной церкви есть духовная температура в целом? Важно, чтобы поместная церковь была горячей, а не холодной. Аминь. Духовная температура, которую вы приносите, влияет на каждого человека в собрании этой поместной церкви. Потому что вы либо усиливаете, либо ослабляете духовный жар этого собрания. Иисус обращается здесь к церкви, а не к отдельному человеку. Он сказал, «Ты не холоден, ты не холоден, но и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергнут тебя из уст моих». Обратите внимание, ему не нравится теплота. Вы скажете, «Ну, для меня теплый лучше, чем холодный». Ну, все теплое когда-то нагревали. Поэтому теплота – это признак того, что вы когда-то были горячими и остыли. Холодное никогда не нагревали. Он говорит, «Я предпочел бы, чтобы огонь никогда вас не нагревал, чем чтобы он был, а вы его потушили». Был свет, но вы оставили его. Вы знали Слово, но отошли от него. Аминь. Итак, Иисус предпочел холод, теплоте, но для спасенных единственная угодная ему температура – горячая. Наша духовная температура важна. Я говорю, наша духовная температура важна. Теперь откройте со мной Римлянам 12. Римлянам 12. И начнем с 10-го стиха. Римлянам 12, 10, 11. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите». Слово «пламенейте» говорит о температуре. Определение этого слова звучит так – «быть горячим и кипеть». Итак, он говорит, «будьте горячими и кипящими в духе, служа Господу». Заметьте, Господь хочет, чтобы Ему служили горячие люди. Духовная температура влияет на служение. Горячие люди служат Ему по-другому, чем теплые. И он говорит, «духом пламенейте, будьте горячими в духе, будьте духовно полными». На самом деле он говорит о духовной полноте. «Будучи полны Слова и Духа, вы будете пламенными. Вы будете горячими». Аминь. И люди рядом с вами смогут разогреть свою жизнь. Тем жаром, что исходит от вас, он повлияет на окружающих. Аминь. Пламенность – это определенная духовная температура. Это температура тех, кто духовно здоров. Если мы не пламены, если мы не горячи, у нас проблемы с духовным здоровьем. Вы понимаете? Нам будет чего-то недоставать. Одиннадцатый стих в расширенном переводе. «Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии. Пылайте и горите Духом, служа Господу». Итак, мы не можем служить Ему как следует, если не горим Духом. Если мы не полны Духа, не горячи, духовно не горячи, не возгреты. Аминь. Когда кто-то полон Слова и Духа, он пламенно относится к Божьим вещам. Такого человека не нужно уговаривать прийти в церковь. Его жар подстегивает его. Он настолько возгрет, настолько наполнен, что его невозможно отговорить от того, чтобы служить в поместной церкви. Когда кому-то не хочется служить в это воскресенье, не хочется служить в детском служении, или приветствовать людей на входе. Это признак плохой духовной температуры. Аминь. Так мы можем проверить себя. Если я с ужасом думаю, как не хочется служить, вот бы просто посидеть и не служить. Это признак, что я не настолько горяча, как должна быть, потому что, когда вы горячи, вы готовы служить Господу. Помните, что здесь сказано? Пылайте и горите Духом, служа Господу. Скажем так, пылайте и горите Духом, служа. Горите Духом, служа. Те, кто горит Духом, служат. И я не говорю только о служении в поместной церкви. Я говорю о том, чтобы быть готовыми служить Ему в течение всей недели. Что такое служить? Повиноваться. Повиноваться. Мы повинуемся всему, что Он говорит нам делать, потому что мы горячи в Духе. Мы полны Духа. Мы не можем не взяться хоть за какое-то дело в Его Царстве. Аминь. Тот, кто полон Слова и Духа, не будет апатичен, не будет равнодушен, не будет безразличен. Ну, посмотрим. Выйдет, так приду. Не выйдет, не приду. Такой человек не наполнен. Тот, кто полон Слова и Духа, не может дождаться, чтобы прийти. Внутри он полон ожиданий. Он возгрет, потому что он кипит. Кипящая вода неспокойна. Она бурлит. Так? У вас все булькает. Все клокочет от ожидания. Пузырится правильными словами. Кипит заинтересованностью друг в друге. Аминь. И заметьте, вы не отвлекаетесь. Люди, горячие для Бога, не отвлекаются на церковных служениях. Если вы начинаете считать, сколько лампочек на потолке, у вас проблема с духовной температурой. Потому что люди, горячие для Бога, не отвлекаются на тех, кто встает и выходит, не сидят рассеянно, чирикая каракули в блокноте. Люди, горячие для Бога, реагируют на Слово всем сердцем. В них есть что-то, что их отличает. И те, кто это осознает, могут, взглянув на кого-то, просто посмотрев на его лицо, понять, какая у него духовная температура. Много лет назад один служитель поехал встречать другого служителя. Они были близкими друзьями и оба были лидерами в теле Христа. Они давно не виделись, и он встречал своего друга на вокзале. Они сели в машину, и он повез друга к себе домой. А тот повернулся к нему и сказал, «Что с тобой?» Он ответил, «О чем ты?» «Ты больше не горяч». «Ну, я кое с чем борюсь». «С чем?» Один проповедник приехал в наш город и открыл церковь на другом конце города. «Ну, так в чем проблема?» «Ну, это мой город». То есть, он обиделся. И друг сказал, «Можно спросить?» «Много людей с того конца города ходит в твою церковь?» «Нет». «Так радуйся, что Бог послал кого-то в ту часть города». Но видите, он обиделся. И это понизило его духовную температуру. Он больше не горел для Бога, он обиделся. Обида, непрощение, горечь, недоброжелательность понижают духовную температуру. Вы больше не бурлите. Вы становитесь теплыми. А что происходит с теплыми? Иисусу это не угодно. Обида на кого-то, непрощение – это угроза вашему духовному здоровью. Потому что это понижает ваш пыл для Бога. А Он хочет, чтобы Ему служили пылка. Аминь. Бизнесмены, позвольте задать вам вопрос. Если к вам на работу хочет устроиться кто-то, кто просто в восторге от вашей компании, кто ее изучил, знает вашу продукцию, все разузнал и безмерно рад, что, возможно, будет представлять вашу компанию. И другой человек заходит с улицы, ничего о вас не знает и не особо-то интересовался, ему просто нужна работа. Кого вы наймете? Того, кто будет гореть вашим видением, гореть вашими целями. Важно связываться с людьми, которые заинтересованы. Горячие люди заинтересованы, теплые люди не заинтересованы. Позвольте вам сказать, и я точно так же говорю это себе, не только вам. Знаете, почему мы не процветаем так, как должны? Почему мы не настолько исцелены, как должны быть? Знаете, почему? Недостаток заинтересованности. Потому что, когда вы заинтересованы, вы горячи, вас все клокочет, и вы поглощены этой истиной. Люди недостаточно заинтересованы. Почему? Они недостаточно пламены, они еще не кипят. Ну, слава Господу. Не жалеете, что вы попали именно на это служение? Пламенность важна. Пламенность важна. Точно так же, как ваша физическая температура влияет на то, что вы будете делать в какой-то день. Если у вас высокая температура и у вас нет сил, это повлияет на то, чем вы займетесь. Не так ли? Но точно так же духовная температура важна. Если мы не горячи для Бога, это повлияет на то, что Бог сможет нам поручить. Слава Господу! И так сказано, пылайте и горите духом, служа Господу. Вот как Он хочет, чтобы Ему служили. И ничто меньшее не достойно Его. Он заслуживает пламенность. Он заслуживает людей, заинтересованных в делах Его Царства. Так? Он не хочет, чтобы люди были равнодушны. Он не хочет, чтобы мы служили Ему полсерца. Точно так же, как ни один работодатель не хочет работника безразличного к своей работе. «Когда придет время сокращений, я знаю, кого уволить. Равнодушных. Людей, которых нужно пихать, чтобы они что-то сделали. Людей, за которыми нужно присматривать постоянно. Горячие люди не нуждаются в присмотре других, потому что пламенность двигает их вперед, к их цели, к их видению. Аминь? А значит, пылая и горя духом, мы не жалуемся, мы радуемся. Аминь? Мы не жалуемся на порученные нам обязанности, не хотя их выполнять. И также мы не выполняем их просто из чувства долга. Так часто, зная, что что-то правильно, мы просто делаем это из чувства долга. Ну, чувство долга должно быть, но не оно должно нас мотивировать. Нас должно мотивировать горячее желание служить Господу. Аминь. Господь напомнил мне вот о чем. Одна женщина жила в Швейцарии в 19 веке. Ее звали Доротея Трудель. Не Дороти, а Доротея Трудель. Она никогда не была замужем. Родилась она в многодетной семье. Ее мама была по-настоящему полна Бога. И она глубоко воспитала своих детей в Слове. По какой-то причине, я сейчас точно не помню, как это случилось, но Доротея начала молиться за разных больных людей в ее окружении, и они начали исцеляться, и люди начали приходить к ее дверям. У нее был первый известный нам дом исцеления. Позже она купила три дома, и они были заполнены умирающими людьми, прикованными к постели. ей было под сорок, когда все началось, она так никогда и не вышла замуж, и умерла она довольно рано, не дожив до пятидесяти лет. Но вот что о ней сказал Джон Джи Лейк. Она была апостолом исцеления, и он сравнивал ее с Лютером из-за тех перемен, которые пришли в церковь благодаря ее служению исцеления. Сам он устраивал свои комнаты исцеления Я читала книгу о ней. И вы понимаете, что свет возрастает, свет умножается. У нее не было всего того света, который нам посчастливилось увидеть и услышать, но она использовала весь свет, что у нее был, и на самом деле меняла этот мир. Правительство запрещало ее деятельность за лечение без лицензии. Она вела продолжительные битвы в судах и выигрывала их раз за разом, и множество людей исцелилось и встало со смертного адра через ее служение. Я читала эту книгу несколько месяцев назад, и совсем недавно Господь побудил меня к ней вернуться. И едва начав читать, я наткнулась вот на что. Отличительной чертой Доротеи, которую все замечали, была ее пламенность в служении. И Бог сказал, вот что я хотел, чтобы ты увидела. Ее пламенность, ее рвение производила плод. Мало кто в то время поддерживал ее. Если вы не пламены, вам придется полагаться на ободрение со стороны людей. Но если вы пламены, вы и других непламенных людей возгреете. И бесов расшевелите, и хороших людей. Ее пламенность возбуждала бесов против нее. Но именно пламенность позволит вам одолеть бесов. пламенность это оружие и топливо, позволяющее вам двигаться дальше. Итак, Бог подчеркнул, что все замечали великую пламенность в том, что она делала для Бога. Нам нужно быть внимательными к своей духовной температуре, насколько мы пламены. Здорово было бы, если бы Бог дал нам какой-то прибор, чтобы, когда вы заходите, мы могли бы пы-пы-пы. Знаете, как когда измеряют температуру теплой, горячей, холодной, о, обиженный холодный. Духовный термометр с разными делениями. Как измерить себя? А нам следует это делать. Следует измерять себя. Как узнать, горячи ли вы? Вы знаете, булькаете ли вы? Вы знаете, бурлит ли у вас внутри. Вы знаете, есть ли восторг и ожидание внутри. И если не булькает, поддайте жару. Поддайте жару. Аминь. Прежде, чем мы пойдем дальше, позвольте сказать, не полагайтесь на то, что кто-то другой обеспечит вам температуру. мужья, жены, не рассчитывайте на то, что не вы, а другой член семьи принесет в нее духовный жар. Ваш собственный дух должен быть возгрет и кипеть. Иначе не будет жизни в полноте. Без этого не будет жизни в полноте, обеспечения, в полноте здоровья. Когда вы пламены, вы заинтересованы. А многие люди заинтересованы в исцелении только, если оно само к ним придет и свалится на них через служителя. А что, если рядом не будет никого, от кого можно черпать, уж лучше вам самим кипеть? Возгрейте себя, станьте заинтересованными ради самих себя, чтобы не зависеть ни от кого другого. Те, кто не горячи духовно, ищут подпорок. Они опираются на других людей, чтобы те верили за них. И, к счастью, люди позволяют на себя опереться. И мы все помогаем друг другу в разное время. Но нам не следует всю жизнь к кому-то прислоняться. Могут быть сезоны, времена, когда мы опираемся на кого-то, и Бог допускает это, и Бог благословляет нас в этом, но Он не одобряет всю жизнь с подпорками. А чтобы не опираться на кого-то пожизненно, вам нужно возгревать себя и решить, я не согласен не быть заинтересованным, я не согласен не быть горячим, я не согласен с постоянно неоплаченными счетами, или с постоянным сведением концов с концами год за годом. Что-то тут не так. Пламенность всего добьется. Невозможно быть теплым и всего добиться. Невозможно отвлекаться, жить в полсердца и всего добиться. Нужна пламенность, чтобы всего добиться. И Бог предлагает нам все, но от нас требуется по-настоящему возгреть себя. Если мы не пламены, нам нужно подать жару. Нам нужно раскочегарить огонь внутри себя. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.